Привет всем! Сегодня мы будем с вами вместе готовить котлеты из брокколи. Покажу вам тоже достаточно простой рецепт. В прошлом видео вам вроде бы очень понравилось, про то, как я приготовила торт, буквально из трех ингредиентов шоколадный. И в общем сегодня хочу показать вам тоже очень простой рецепт, как приготовить котлеты из брокколи. Для этого нам понадобится сыр, тертый вы можете взять, любой сыр, можно взять более твердый, но у меня уже купленный, натертый российский сыр. Также нам понадобится яйца, брокколи и панировка. Также можно использовать какие-нибудь специи по вкусу. Для начала я сейчас порежу брокколи небольшими кусочками, потому что нужно будет поварить брокколи буквально минут 5, чтобы оно стало немножечко помягче. Пока брокколи варится, вы можете начать разогревать духовку. Я включаю верхний и нижний нагрев и ставлю на 180, либо на 190, или на 185 градусов. Брокколи я варила минут 10, оно стало помягче, и теперь мне нужно будет нарезать на более маленькие кусочки, для того, чтобы было удобно лепить котлетки. Девочки, я знаю, что некоторые любят готовить котлеты на сковороде. Если вы любите готовить на сковороде, то готовьте, но я не знаю, сколько по времени это нужно будет готовить, потому что я обычно готовлю в духовке, потому что мне не нравится, когда котлеты получаются такие зажаренные, мне больше нравится, когда они именно такие испеченные. Но, в общем, выбирайте, как вам больше нравится, как вам удобнее. Если вы будете готовить в духовке, то это займет где-то минут 10-15. Я нарезала брокколи, и у меня получилось приблизительно вот такое вот количество. Теперь я буду добавлять туда изначально 2 яйца, потом посмотрю, какая будет получаться консистенция, возможно, добавлю еще одно, возможно, нет. И после того, как я добавлю сюда яйцо, я добавлю сюда еще сыр, тоже буду смотреть по консистенции. Девочки, я вам не могу сказать точные пропорции, чего сколько нужно, потому что я всегда все добавляю на глаз. Но вы видели, что у меня был один большой пучок брокколи и 3 яйца, также у меня была панировка и сыр натертый. Я, опять же, повторяю, что я добавляю все чисто на глаз. Соответственно, у вас должна получиться такая консистенция, которая не как каша, а у вас должна получаться консистенция, с которой вы сможете слепить котлетку. То есть смотрите то же самое, чего как у вас будет получаться. Давайте теперь добавлять другие ингредиенты. Я вижу, что у меня на данный момент достаточно мало яйца, потому что я буду добавлять сюда еще панировку и сыр, соответственно, нужно будет сейчас добавить еще третье яйцо. Теперь я буду добавлять сюда сыр. Сыр я тоже буду добавлять на глаз. И теперь будем добавлять сюда панировочные сухари. Конечно же, я добавлю соль и также вы можете добавить еще перчика либо каких-нибудь еще других специй, какие вам нравятся. Мне, например, нравится иногда добавлять вот такие специи. Это специи, правда, для салата, но ничего страшного. Они все равно дают такой очень приятный вкус. Я их добавляю не очень много. Теперь я начинаю выкладывать то, что у нас получилось, нашу смесь с помощью ложечки в форму, в которую я буду готовить. Я выложила котлетки. Предварительно форму я смазала оливковым маслом. И сейчас буду отправлять в духовку минут на 10-15. Все, котлетки в духовке. Теперь будем ждать, когда они приготовятся. В общем, такие котлеты у меня получились. Они готовятся очень быстро. Сейчас будем их кушать. Опять же, повторюсь, что если хотите, можете готовить их не в духовке, а жарить на сковородке. Как бы кому как удобней. Мне захотелось их приготовить именно в духовке. Приятного аппетита тому, кто будет готовить. Девчонки, если будете готовить, обязательно присылайте фотографии, что у вас получилось. Пишите, вообще нравится вам или не нравится броккли. Потому что я знаю, что не все едят броккли. Ну, в общем, обязательно напишите мне, если попробуете приготовить. Надеюсь, что вам рецепт понравился. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok